Привет, друзья! Я Алекс, а это лаборатория настольных игр профессора Фикуса. Я рад приветствовать вас всех на очередном разборе старого модуля. И на очереди у нас приключение из серии X, а именно X1, которое называется Isle of Dread, то есть Остров Ужаса. Для меня, как и для многих других игроков, этот модуль стал одним из первых в плане опыта ползания по гексам Акадекс Троулер. Нам дают Остров примерно в 300 плюс гексов в плане размера, их надо исследовать, лишь примерно в 10% этих гексов происходит что-то интересное, зато остальные оставлены на совести фантазию ДМа, а также на милость многочисленных табличек случайных событий. И к этим самым табличкам в свое время у меня были определенные вопросы, потому что, скажем, натравливать на партию драконов, ну это как-то не камильфо. Хотя на самом деле это не такая уж и большая проблема, и при желании вы все спокойно под себя переделаете и даже не заметите. Но лично для меня главная ценность Острова Ужаса заключается в том, что это первый модуль, в котором мы увидели карту Мистары. До этих пор игровой мир просто назывался The Known World, то есть известный мир, а тут бабах, и целую карту подогнали. Да, все описано очень и очень скупо, до выхода первого газетира по карамейкосу еще 6 лет, но это уже что-то. Но прежде, чем мы погрузимся в подробности данной истории, я хочу сказать, что если вы впервые на канале, то пожалуйста подпишитесь на него, а если нет, то поддержите видео лайком. Это очень и очень поможет развитию канала. Ну а если бы вы хотели поддержать лабораторию материально, то прошу обратить внимание на Patreon, ВКонтакт с его Донатом, Бусти и просто реквизиты под видео. Спонсоры канала получают ранний доступ к видео, эксклюзивы и общаются в отдельном чате. Заранее спасибо за поддержку. Ну а теперь давайте вернемся к нашему Острову Ужаса. Уууууууу. Модуль увидел свет в 1981 году и был опубликован как приключение для экспертного набора правил для Dungeons & Dragons. Здесь речь идет о так называемом пятикнижьи правил для Dungeons & Dragons, а именно Basic, Expert, Companion, Master и Immortal, которые покрывали уровни развития персонажа с 1 по 36. И поскольку для базовой редакции был написан легендарный экип «On the Borderlands», принадлежащий Перу самого Гайдерса, то вопросом создания модуля для экспертного набора занялись сами создатели Бэйсика, а именно Зеп Кук и Том Моудуэй. Модуль зашел просто на ура поклонникам ДНД и в 1983 году был переиздан под редакцией Фрэнка Менсера, и несмотря на новую и более яркую обложку, его считают качественно хуже, чем оригинал, поскольку в нем присутствуют внезапно весьма серьезные для развития игрового процесса ошибки. Что касается самого приключения, то оно написано для группы игроков от 3 по 7 уровень и отправляет их по сути на остров Черепа, но это тот самый остров, где живет гигантская горилла. Да-да, я сейчас про Кинг-Конга. И хотя в модуле его нет, я очень и очень рекомендую вам его добавить туда, ну потому что, как говорится, кашу маслом не испортить. Все начинается с того, что партия находит карту и письмо от известного пирата и моряка Рори Барбароссы, который рассказывает о некоем загадочном острове и о гигантской черной жемчужине, о которой говорили все аборигены и которую будет стоить целое состояние. Но сам Рори Барбаросса давным-давно мертв, и партия предстоит найти корабль, команду и отправиться на остров Ужаса. Одна из моих партий, которую я хотел поводить по данному приключению, была абсолютно не в восторге от идеи данной экспедиции и всячески пыталась ее саботировать. Но стоило мне упомянуть, что на острове водятся динозавры, как мне тут же высказали что-то типа, ну что ж ты сразу об этом не сказал, естественно мы в деле. И вот эти отважные и неведающие страха исследователи каким-то чудом находят, крадут, уговаривают, подкупают, выполняют квесты, но в итоге обзаводятся судном и отправляются в путь дорожку. Поскольку известный мореплаватель Барбаросса побоялся причаливать к острову, он картографировал лишь внешние гексы и предлагает нам бросить якорь в бухте возле деревушки Танаруа, которая окружена огромной стеной и один в один слизана с деревней Кинг-Конга. Сама эта деревушка расположена на полуострове и партии предстоит отправиться на сам остров, который, цитируя местного шамана и старейшину, изобилует древними тайнами. Также в самой деревушке стоят некие странные бронзовые и металлические статуи, изготовленные неведомо кем и неведомо когда, возможно, говорят местные, даже богами. Здесь следует отметить, что темы исследований и вообще путешествия в неизвестное – это одна из основных тем Мистары в целом. И вот этих самых исследований и путешествий на острове ужаса вас ожидает вагон и маленькая тележка. Как это принято в модулях с открытым миром, здесь существует несколько фракций и у каждой из них свои цели и планы. Самая первая и самая простая фракция – это пираты и работорговцы, работа с которыми, несмотря на определенный душок, может оказаться весьма выгодной. Да и сами аборигены весьма не против наладить торговлю с внешним миром, так что партия вполне себе может озолотиться, налаживая торговые пути между основным материком и островом ужаса. Но тогда вам придется заморочиться и зачистить акваторию от всевозможных опасностей, среди которых имеются такие потрясающие штуки, как гигантский кальмар, естественно, акулы-убийцы из фильма «Челюсти», морские змеи и так далее и тому подобное. Потом на острове живут ракасты, и это гигантские прямоходящие кошки. Но если вы подумали о плюшевых табаксе, то у меня для вас очень плохие новости. Ракасты – это гиперактивные и очень агрессивные существа, обладающие большим интеллектом и еще большей любовью к разрушению и хорошей драки. Они покрывают свои естественные когти металлом и называют это «военные когти». И если партия хочет добиться уважения у ракаст, им предстоит доказать этим милым кошечкам, что они не из робкого десятка и готовы бросить вызов любым трудностям. Еще ракасты часто охотятся верхом на саблезубых тилерах, так что готовьтесь к редкому зрелищу. Котик верхом на котике. Помимо агрессивных ракаст, здесь живут добрые и забавные зверюшки под названием фанатоны, которые представляют из себя что-то среднее между обезьянкой, белкой-летягой и енотом. Это забавные и дружелюбные существа, которые вам с радостью помогут, однако есть одна маленькая проблема. Местная раса разумных пауков, которые называют себя Аронея, весьма привязались к изысканному и приятному вкусу фанатонов. И поэтому первой же просьбой, с которой они обратятся к партии, будет просьба разобраться с этой проблемой. Но и Аронея это не просто пауки, а существа разумные и способные к каудовству. Они знают много тайн и секретов острова и готовы ими поделиться в обмен на определенные услуги со стороны партии. А еще на них работают местные бакберы. Так что Аронея это весьма серьезная и интересная фракция. Еще тут есть логово неандертальцев, рядом буквально логово людей-ящериц, которые этими неандертальцами периодически питаются. Логово огоров, гнездо горгулей и вишенка на торте, пещера, где проживают обдолбанные анкилозавры. Эти милые и травоядные ящерицы умудрились полакомиться глюцноденной безумной травой и теперь бросаются на всех без разбора. Также, чем глубже в остров продвигается партия, тем больше шансов найти что-то интересное, типа, скажем, открытой золотой жилы. Ну а еще безумные троглодиты, злобный плезиозавр, разгневанные энты и, естественно, зеленый дракон. И не просто там малыш какой-то, а самый что ни на есть полноценный дракон. А если вдруг вам этого мало, то есть еще и морской дракон. Наслаждайтесь. И если вдруг вам не хватает данжа, то на острове ужаса находится подземелье, принадлежащее расе Копру, которые когда-то всем правили, но потом были разбиты, дедрадировали и это их загнивающие остатки. Само по себе, подземелье получилось весьма неплохим, но ничего такого особенного, о чем стоило бы радостно строчить письма домой. Немного загадок, немного ловушек, небольшая схватка с выжившими Копру и дело в шляпе. Мне абсолютно не понравилась эта концепция и я предлагаю вам, если вы так и будете водить этот модуль, ее переработать. Самый простой вариант, который приходит на ум, это версия о попытке Копру вернуть себе былое величие. И поэтому они проводят, скажем, какой-нибудь ужасный демонический ритуал. А вовремя прибывшая партия способна сорвать их все планы и наконец-то на веки вечные успокоить эту расу безумных тентакленосных наг. Также в их логове вы найдете гигантскую устрицу, в которой лежит упомянутая местными черная жемчужина. И эта самая устрица в тот самый момент, когда кто-то потянется за сокровищем, сразу же бах и захлопнется. Учитывая, что это аж 4d6 урона, то мне кажется это будет весьма неприятным сюрпризом. Но на что не пойдешь ради самой настоящей гигантской черной жемчужины? Так что в общем и целом на острове ужаса, вышеупомянутого ужаса почти что и нету. Зато есть место массе интересных и незабываемых приключений. Так что неважно, решите ли вы вводить этот модуль полностью или растащите его на идеи, я искренне надеюсь, что вас он порадует так же, как он порадовал в свое время меня. И на этой позитивной ноте я свое видео заканчиваю и надеюсь, что оно вам понравилось. Также я хочу сказать спасибо всем тем, кто поддерживает меня на таких платформах, как Patreon, Boosty, ВКонтакт с Водонатом и так далее. Без вас, друзья, этого ничего бы не получилось и огромное спасибо вам за доверие и поддержку. И я желаю вам всем только интересных и ярких игр. От винта, друзья, до новых встреч!